Приветствую любительницы и любители гусеничного транспорта с пушечками Сегодня я вам покажу как взял мастера и основной калибр на такой ПТ 7 уровня как Штюрер Эмиль Он же как вы видите по моей надписи на борту упрямый Эмиль Касательно конкретно моей ПТ у меня она в камуфляже уже с какими-то меточками надули И как вы заметили у меня есть надпись, но на самом деле Штюрер Эмиль у меня уже давненько Поэтому еще и надписи я в те времена делал на танках Стоят у меня маск-сеть, рога и досылатель здесь Поехал я на горочку, но как-то ехал-ехал и устал И решил остаться здесь, особенно при учете того, что враги начали засвечиваться и останавливаться возле базы Вот я решил, что неплохо будет здесь по ним пострелять Тем более рога мне позволяли подсвечивать еще и самому себе, теоретически Вот, я тут пытаюсь на Т-34 свестись, но не очень успешно Вообще, у Штюрера Эмиля отличное орудие топовое Седьмого уровня, это орудие девятого уровня Пробитие у него 231 миллиметр Что, как вы понимаете, пробивать позволяет обычными снарядами Ну, большинство танков, если не все, то большинство точно На седьмом уровне Да и на девятом тоже позволяет, если куда-нибудь там слабое место Вот у меня тут Т-29 вкусненький Он-то думает, что не в броня есть Особенно сзади Или как он там стоял, по-моему, задом он стоял Но получает на 500 и расстраивается Вот, средний урон 490 Опять же, ББшечкой Лично я с собой фугаса не таскаю, потому что, ну, как бы Снарядов всего 15 и, если честно, бывали случаи, что я их все расходовал И даже при этом мастера не получалось То есть, мазать с нее тоже замечательно получается Несмотря на то, что вроде бы четкое, но без сведения попасть В общем, не пробуйте попасть без сведения На что вы же мили Это ничем хорошим не закончится, кроме промаха Даже вблизи, даже по светляку Вот тут ИС получает Хорошо так получает И убегает Думает он Любители экшена могут забыть про это видео Потому что бой будет проходить почти на одном месте Вот Т29 не учится на своих ошибках абсолютно Он как стоял, пытаясь захватывать Так и стоит Ну вот, пока-пока Притом, пробитие было, насколько я видел, в башню Потому что он ее отвернул, может быть Если бы он не смотрел никуда по сторонам Здесь у меня КВ-3 Тоже получает Опять же, тоже чувак почему-то бортом выехал Не знаю Нравится им, наверное, так В общем, конечно, мне с командой повезло Но я считаю, что и сам я тоже не сильно сплоховал Ждем Надеемся, и дерево Друг игроку Ничего не дождавшись Я вижу, что ИС поднимается на горочку Сводимся на нем И нету бою кладки ИСа Возвращаемся к нашим АМХ Но здесь у меня перед носом Альпинист Поэтому АМХ Заканчивается от союзников А от меня Хотя, может, я бы и не попал Стоим, ждем на горочку Но КВ-3 Меняет мои планы Я чуть-чуть поднимаюсь Свожусь Попадаю Отлично И опять же он ездит бортом Я не знаю, что у человека там Ми-Мэйл-83 Сува Чувак, никогда не выезжай бортом Ну, вряд ли он, конечно, будет смотреть Но мало ли Ну, вот здесь я совершаю глупость На удачу Естественно, мажу Вот после этого выстрела У меня сдают нервы И сейчас вы поймете Я поеду рашить Нарашил я, естественно, все приключения на задницу Вплоть до полной смерти Поэтому не пытайтесь рашить на Штура-Женили Ничего хорошего не получается По крайней мере, если вот как я сейчас сделал Это точно фейл Что ты зарашил? Что разрушил? А-43 Нет И на этой замечательной ноте я с вами прощаюсь Не забывайте заглядывать в описание к видео Там есть ссылочки на соцгруппы, где меня можно найти И не только И до новых встреч в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok